Минувшую среду школьники соревновались в специфическом пожарном юморе. Их оценивала профессиональная жюри. В его состав вошли специалисты Комитета по образованию, представители Всероссийского добровольного пожарного общества и МЧС. Целью проведения данных игр является популяризация пожарного дела и через призму юмора взгляд на пожарную безопасность и профессию пожарных. Игра на территории Смоленской области проводится уже десятый год подряд. По условиям игры, ребятам было необходимо сразиться в трёх конкурсах. В первом задании участникам необходимо было проявить креативность и придумать интересное приветствие. Следующий этап – конкурс театральных миниатюр. Дети обыгрывали забавные происшествия, связанные с пожарами. А завершающее задание было музыкальным. В нём прозвучали переделанные хиты. На протяжении двух часов команды радовали жюри и зрителей отборными шутками, песнями и танцами. По общему мнению всех участников игры, праздник удался. В КВН игре всегда желание есть. Это потому что всегда эмоции, всегда какая-то улыбка, радость. Должен уметь ориентироваться при публике и не быть зажатым в обществе, а быть раскрытым. В этом действительно весело участвовать. Ты веселишься с людьми, с которыми ты играешь. При этом ты ещё веселишься на сцене, даря морю эмоций зрителям, которые смотрят. Сергей Лунёв поблагодарил ребят за доставленное ему удовольствие и пожелал дальнейших творческих успехов в финале игры. По результатам работы жюри третьей стала команда Дома детского творчества. Второе место у ребят из первой школы. Победителями стали ученики третьей школы. Ребята получили дипломы и памятные подарки. Рады то, что мы смогли защитить и мы заняли первое место. Мы также надеемся, что с такой же отвагой мы сможем защитить именно нашу школу в Смоленске. Выигравшая команда поедет в Смоленск 19 ноября на финальный этап игры. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ